Близнец Вместо какого-то, знаете, положительного момента Потому что бывает так, например, что бледнецы друг с другом не ладят Бывает так, что бледнецы друг с другом постоянно спорят, ссорят, вообще друг друга не любят Например, соперничают, допустим, между собой в различных, ну, в различных аспектах, в различных моментах Здесь ситуация такова, что далеко не всегда близнецы, именно факт наличия близнецов, означает, что человек обязательно будет оставить этого самого близнеца всегда на первое место. Это довольно-таки ошибочное явление. Так что здесь я полагаю, можно и ныне говорить о том, что моя коллега, которая вам ответила на вопрос, она здесь права. Ну, по крайней мере, как это видится мне, она права целиком и полностью. Но, то, что вы говорите о том, правда ли девушка будет всегда на втором месте, вот это заставляет меня думать о том, заставило меня задуматься, точнее, о том, что у вас с мужчиной есть определенные проблемы. И именно эти проблемы, которые у вас заставили вас прийти к нам на ресурс, именно ваши проблемы в отношениях заставляют вас, по сути, обращаться к нам. И весь вопрос, на мой взгляд, заключается в том, какого рода эти проблемы, они связаны не с близнецами, не с тем, что эти люди близнецы, они не связаны с тем, что у них есть обязательно там брат или сестра у кого-то и так далее. Нет. Это связано с тем, как вы выстраиваете отношения с ними. И если вы выстраиваете отношения со своим партнером, со своим, значит, ну вот непонятное из вашего сообщения, кто вы, ну, давайте будем считать, что вы женщина, да, со своим мужчиной, если вы будете выстраивать отношения неверных, то, соответственно, и результат будет такой же, вот такой же, ну, такой же, не совсем правильный, не совсем верный, верный и так далее. То есть, все зависит от того, как вы выстраиваете взаимоотношения с человеком, а не от того, близнец он или нет. Вот этот момент является ошибкой для, именно для вас этот момент является ошибкой, потому что вам не нужно думать, что поведение человека, поведение человека зависит именно от того, какой он, там, близнец ли он или нет. А то, что у вас есть определенные проблемы с ним, это ваши проблемы, как людей вообще. То есть, вне зависимости, опять же, от того, есть у него близнец или нет. И, в таком случае, то, что вы говорите, вы задаете вопрос, имеют ли место быть у человека-близнеца какие-то психологические особенности, вы пытаетесь через эти особенности объяснить себе, ну, например, например, себе, вы пытаетесь объяснить себе поведение своего молодого человека или, соответственно, либо молодого человека, ну, либо девушки. Вы пытаетесь объяснить себе его поведение, тем самым, как бы, обезличивая этого человека. И вот это, то, что вы его обезличиваете, ну, пока, по моему мнению, вот вы его обезличиваете, это является самым скверным. Потому что любое обезличивание человека приводит к тому, что вы не видите. И вот целиком любое обезличивание человека приводит к тому, что вы не воспринимаете его как такового, И отсюда возникает ряд проблем. Ну, как, например, проблемы, связанные, допустим, с разногласиями, проблемы, связанные, допустим, с тем, что вы не понимаете его или увязываете его реакцию, его поведенческую модель исключительно с тем, что человек, например, грубо говоря, близнец. А то, что его действия могут быть обусловлены чем-то другим, вы себе даже, наверное, не представляете сейчас на данный момент, потому что вы знаете, что этот человек именно близнец. И вот мне кажется, по моему мнению, что данная ваша позиция является все-таки неверной и требует, ну, требует обработки и более широкого взгляда на данную проблематику. Потому что так, как вы сейчас позиционируете этого человека, не является правильным. Ваши проблемы нужно разбираться не в контексте того, что он близнец, а в контексте социальной и личностной среды, в которой вы являетесь субъектом. И ваши проблемы имеют характер такой же, что и, например, у всех людей, ну, вступивших или вступающих в отношения. Главное только понять, какие именно у вас проблемы и постараться эти проблемы решить. То есть, если, например, допустим, вы девушка и вы не хотите быть на, допустим, втором месте все время, то это не потому, что человек близнец, а потому, что он по натуре такой мужчина, например, который, скажем так, держит девушку на втором месте. Но это не потому, что он близнец, а потому, что у него такое воспитание, такая модель гендерного поведения и, соответственно, такое ценностное отношение к женщине вообще. Это идет из детства, это идет из семейных отношений и так далее. Но никак, никак, никак это не может идти из того, что человек близнец. Да, бывают случаи, когда близнецы между собой очень сильно связаны, бывают. Но это скорее исключение, чем правило. И подобная духовная связь, она всегда обусловлена психологическими факторами и ни в коем случае не какими-то именно вот особенностями, связанными с тем, что человек именно близнец. И вам в этой ситуации хотели отвести себя так, как будто, как будто это совершенно обычный, нормальный, или так и есть мужчина. Ну или женщина, если вы сами мужчина. Вот. Но так всегда вопрос, правда, звучит немножко нетрадиционно. Ну, впрочем, это уже ваше дело. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. 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 Продолжение следует...